Добрый вечер, добрый вечер дамы и господа. Сегодня у нас опять смак на колесах и сегодня наш гость это я, Алексей, меня зовут. Сегодня мы готовим свинину по-тайски. Мы уже предварительно подготовили мясо для того, чтобы его обжарить. Для этого у нас есть пикантный чили красный соус барбекю. Мы будем сейчас нарезать лук, чистить лук для того, чтобы, соответственно, добавить его к мясу. Мой помощник сейчас в данном моменте его мешает. Это главный процесс, который должен проходить в приготовлении этого блюда. Я считаю, что это самый вкусный будет у нас в блюда соус. Нет, это не блюдо соус, это будет как бы... Оно вот у нас шопей начинает. Нет, ну шопей, оно всегда на все это готовится. Ой, как, коллега, я, честно говоря, не сомневался на этом моменте. Кстати, у нас соус, по-моему, не чили, а кисло-сладкий. Нет, кисло-сладкий тоже. Это как чили-соус. Да, но он острый, но он, конечно, идет. Да, подастся, но и говорит, но я добавлю еще немножко красного перца, что придаст пикантность нашему блюду. Вот, я продолжаю, чуть-чуть данный лунный звук, который, соответственно, потом дальше нарежем полукольцами соломку и добавлю в наше мясо. Которое, ну и потом, соответственно, вот этот любимый, он будет очень вкусно. Коллега, скажите, а чем мне заняться? Вы сейчас в данный момент можете обрезать, как готовится наше мясо. Да, какой запах, получается, никакой аромат. Да, это там маринад, лучше, чем даже вот. Потому что мы сейчас точка немножечко нарежем. Давайте вот здесь его оставим в данный момент. Да, да. Значит, в мясо я бы что сделал? Я его добавил туда базилик, красный перец, немножечко тмина и розмарина для того, чтобы придать пикантность этому блюду. Вот, сейчас я в данный момент буду нарезать лук, который пригодаст ему тоже своеобразный вкус. Да, потому что лук у нас содержится очень лук. Вот, смотрите, как это делает шеф-повар, который держит сеть ресторанов. Вот, вы учитесь, потому что такое не увидишь ни на одном видео, ни на одном канале. Вот. Как бы суть вы понимаете, можете не подписываться, можете подписываться, нам, честно говоря, все равно, правильная камера. Да, конечно, ваши лайки, ваши дизлайки нам вообще не интересны. Вот. Ваши подписки тоже нам не интересны. Мы сделаем это все только для себя, только для своего развития и только для своего умиротворения. Так что, можете подписаться, а можете нет. Так что ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии о том, что вы думаете в данный момент, о том, что мы сейчас сделаем. Это, еще раз повторю, это змаг на колесах, это адская кухня, которую вы никогда в жизни не увидите в другом месте. Это домашняя кухня. Короче говоря... Да, я вот размешил коллегу своими словами. Просто... это просто... это тает. На самом деле, как оно мясо, оно стало жиром. Сейчас это жир тает, и... В этом вся инзиме, у меня коллега, вы что? Вы просто не понимаете, кто хотя бы продукцию садили. Да, но он сейчас не нужен. Да, я его в данный момент потом добавлю. Если что, это да, я вас... Солушаюсь, что вы все какие-то... Вот, приглашены не зря, и... Мы... Конечно, я думаю, не зря наши пять тысяч евро зря сгорят, что мы вас из Милана пригласили в Ростов какой-то, чтобы вы... Давайте не в него деньгах. Вы что, вы хотите деньги? Это... Вот... Да, вот так вот. Да, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Как вы из Милана какой-то, вот там... Ну, очень мультфериално, вот. Вот, вот, давайте пожать. Конечно. Ооо! Ну, это вообще лю-да лю-да. Это жандарно. Да. Вы уже, кстати, очень... У вас очень, кстати, стильные очки. Да, спасибо, спасибо. Вы подчеркнули мой стиль, это... Это прямо из Милана, вы что, это прямая подставка? Вы, вы, наверное, вы, наверное, вы, наверное, Я в аэропорту заеду купил Вы, наверное, общаетесь, как там, передача «Модный приговор», наверное, там эти очки достали О, вы знаете, тоже «Модный приговор», да вы что? Боже мой, я думаю, откуда мы с вами знакомы? Просто я там видел, где-то приедет очки, они очень, кстати, тоже хотел их выкупить, Но мне, к сожалению, эти не продали, мне только сказали вот ныне А, да Потому что к вашим прекрасным головным глазам подходит цвет, сияние любви, там, и каких-то... Вы как считаете? Ну, я вам с вами полностью согласен, конечно, после его гординки как бы как мясо, хорошо пухает Да, вы чаще его переворачиваете, как бы... Как бы это мясо, да Да, да, соответственно, да, конечно Мы это делаем вот так вот Да, да Можно я вам покажу один раз, как это делается? Да, давайте, подождите сейчас Мы... Оператора, пожалуйста, оператор вот туда направьте камеру Вот Спасибо вам большое Да Да, это очень Равномерно распределяем по всей плоскости жарочной поверхности, для того, чтобы равномерные кусочки прожарились со всех сторон Что мы делаем сейчас? Мы сейчас ждем, ждем пока наше мясо, оно пройдет термическую обработку, вот, для того, чтобы оно придало свой пикантный вкус После этого мы добавим, когда уже будет мясо полу готовое, мы добавим туда длочок, чесночок Немножко приправы, еще, которое придаст ему, вот, вожественную вкус А, смотрите, колеба, у меня еще есть такая вещь, есть с Кореей прямиком, где перчик чили, вот, они... Ну, вот, у нас и будет по-тайски, соответственно, да Да, ну, как бы, ну, вы же как бы показываете нам тайскую кухню, а... Вы знаете, это больше не тайская кухня, это просто одно название свинина по-тайски А так она просто, я вам так скажу, что это будет просто гуляш, гуляш по-русски Ой, ой, ой Вы знаете, я вас успокою Это так мило, да Да, конечно, мы не будем привыкнуть туда, вы знаете, как бы там, что-то так, гурманы, там, курор свои Да, соли, да, соли Гуляш с пирешечкой, ну, пирешечку, может быть, заранее подготовили, соответственно, вот, будем только готовить сейчас Ой, как я, вы знаете, это так очень, наверное, вкусно Ну, соответственно, давайте мы это все будем дальше, вперед, когда мы это приготовим, мы попробуем и, соответственно, сделаем свои выложки Неинтересно, если мы так будем общаться, думать, не помешать, наверное, там проблема будет, она будет с изюминкой Нет, вы знаете, я контролирую каждый наш с вами разговор, и в это время я слежу за мясом, чтобы оно не пригорело Ой, это самый главный, вот, вы знаете, это чувствовать надо, вот именно, вот, когда ты готовишь, да, ты стоишь на кухне, допустим, да, ты ловишь моменты, любой его процесс, если ты готовишь, а У тебя в духовке варят, и там, допустим, запекается пирог, ты жаришь на мясо, там, варишь, там, и на гарнир, допустим, да Ты должен это все по времени знать Ну, а в Милане не такие гурманы, да, допустим? Что значит? В Милане не такие гурманы, как здесь, так вот То есть там... Не, вы знаете, гурманы есть везде, я вам так скажу В любом, в любой стране, в любом городе, в любой части нашего мира, как бы, в любой части нашей страны Так же есть любые, как бы, люди, которые предпочитают изысканную кухню, вот В данный момент он готовится тоже, своего рода, изысканную кухню, вот Это... Как бы я сказал, как бывшие свинино-патайские, там можно сказать, что это просто... Вы даже немножко запотели от этого пара вашего... Я, как бы, я особо не курю эти вот ваши гадости и всякие Ну, это... Ну, предпочитаю, это... Не, я недавно придумал... Ну, да, уже... Да, уже... Я предпочитаю, как бы, обычные сигареты покурить, если есть, или сигары, гаваны, как бы, что-то такое Вы больше голландские любите сигары, или кубинские, кстати Вы знаете, я не определился в этом Почему? Потому что, как бы, что те, они обе... Ну, сигары, они обе вкусные своего рода, как бы, то есть, у них есть своеобразный вкус Почему бы их не попробовать и технику не покурить с хорошим скотчем 12-летним, конечно Ой, вы знаете... Ну, это прямо да Это просто хорошая музыка Вы просто вот из себя настоящего, кстати, его вкуса, потому что скотч 12-летний... Ну, конечно, не 13-летний, там, 12... Нет, ну, 13...